МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все, хватит. Голубь, голубь клади, мама. Полотенце положил. Уже положил. Ну и все. Клади голубь. Мне предложила Елена Александровна. Позвонила, сказала, Юра, ты не хочешь потрудиться у нас в обители? Ну, понравится. Если понравится, ты останешься. Не понравится, ну, уйдет. А работа живет тебе для парня молодого? Тяжелая и такая... Нет. Ничего не бежишь. Нет, а что бежать-то? Веселся, трудимся. Может, прямо это твое место? Вот ты там и должен был оказаться? Может быть, может. Кто знает, кто. Я вообще не знала, что он существует. Пока она не умерла, и пока они пришли сюда и не сказали воспитателю. Я вообще не знала, что он. Мне соседка рассказала, что мать, когда родила, оставила в роддоме. А потом, когда я пришла домой, соседи собрались, ждали, когда она принесет мне. Но пришла без меня. Они спрашивают, а где ребенка? А она сказала, что он умер. Дом малютки, третий детский дом. Семь лет исполнилось. Меня отправили на медзавод. Школа-интернат номер 169. Для детей-сирот, оставших без попечения родителей. Я там пробыл, можно сказать, 12 лет. Во втором, может быть, в третьем классе приехала мама. Забрала его на выходные. Отпросила, все как положено. Юра уезжал очень счастливо. И сказали, вот с горящими глазами появилась. Да, и обещала, что будет все время приезжать, забирать. Как раз, смотри, после техучаса она приехала. Мне сказали, Юра, Юра, дитя тебе это, мама приехала. Я говорю, нет у меня никакой мамы. Я ей говорю, маму, это возьми меня. А тебе хотелось остаться? Мы же, детдомы, с кем нам хотелось тоже, ну, чтобы у нас были, мы жили с родителями, чтобы как все домашние живут. Привезла его в понедельник, завела к завучу и сказала, что никогда в жизни больше забирать его не будет. И видеть это существо рядом с собой она не хочет. Больше эту маму никто не видел. Как дела, Жень? Ну, ничего. Ясенько. А где кофе? Я у тебя ходила. Нормально. В школе у Георгия была кличка «Злой гном». И он подтверждал ее некоторыми происшествиями. Однажды своей классной даме постриг шапку норковую, проставил в себе хорошие оценки ребятам, которые его обижали. Плохие оценки в журналы, весь этот журнал в школе нужно было переделать. Однажды в лагере устроил поджог, когда все отправились в столовую. Остался и в шкафчике развел костер, потому что хотел перейти и быть в другом отряде. Ну, вот какие-то такие поступки, которые очень часто дети делают, в большей степени, наверное, чтобы обратить на себя внимание. Про себя Юра говорит во множественном числе. Заметили? Это результат детдомовского детства, где была одноликая масса воспитанников, только мы и никаких я. Попытки привлечь, что ли, необходимое ему внимание взрослых чуть было не закончились трагедией. Практика избавления от хлопотных детей давно отработана. Психоневрологический интернат. Только вход. Может, за свои шалости. В девятом классе очень остро стал вопрос о том, чтобы Георгия перевезти в дом инвалидов. Уже готовилась документация, то есть практически все было на выходе. И вот в этот момент за его судьбу боролся отец Вадим, это настоятель храма на мехзаводе, и решила побороться с завуч. И я так понимаю, что они выступили фактически поручителями, что были пересмотрены документы. Невероятно, это просто действительно для него был поворот судьбы, потому что ему объявили. То есть он сам уже знал и понимал, что дальше ему дорога только в инвалидный дом. Ну, фон первого, скоро обед будет. Ну, посмотри, тут телефон у меня здесь. Вот телефон у вас. Да? Вот. Что, он не разъедился? Не знаю. Нет. Полный как? А? Полный. Полный батарейка, целая, заряженная. Таша, можешь спокойно звонить, кому надо. Раньше в школе-то никто не призывал никого, к вере. Люди сами идут, по желанию. А у меня, почему я пошел, потому что у меня сережка с заволокинь, Кирилл Трабов. Вот они всегда ходили в переход, там, ну, иконки брали и читали вечернюю молитву. Ну, раз заглянул ради интереса. Потом на следующий день так же. Я что-то думаю, постою с ними, вот. Тоже постоял и стал тоже читать потихонечку вечерние с ними. В храм ходить стали. За мать ставим уже. Хоть она и бросила, Сарство Небесное. Ну, вот ничего не поделаешь. Было себя вообще жалко когда-нибудь, обидно? Бывал такой, да, бывал. Ну, все же дети бывало, хотят любви, ласки. Я зашла в свой класс, а класс у нас был очень большой. Георгий меня не слышал и не видел. Он стоял спиной ко мне, лицом к окну. И очень искренне, я бы сказала, вот с какой-то неистовостью молился. Он на подоконнике выставил иконы. И вот в этот момент, вы знаете, не тронуть это не может. Это было неким откровением именно его как личности. Это же была его тайна. Понимаете, это была его тайна. Это же не было публичной. Он это не для того, чтобы кто-то увидел, а для себя. Вот в такие моменты действительно Господь и творит чудеса и спасает. Уготованное Юре спасение со стороны было больше похоже на новый ад. Это был последний подарок от матери, к тому времени уже покинувший этот мир. После окончания училища мальчику пришлось вернуться в ее дом. Точнее, на скотный двор. Была зима как раз. Мне же выпускаться, а надо жить было где-то. Ну и пришлось идти в это воинное жилье. Ты там один вообще жил? Жил один, да. Легенда в интернате гласила, что у него двухкомнатные хоромы в центре города. И, в общем-то, ему живется чуть ли не лучше всех. Ой, упало все. Вы только посмотрите, чувство. Вот так мы и жили. Каждый раз убирали. Тут диванчик у нас стоял. И трещина новая дала. О! Все, повисло. Скоро пакет порвется и все брякнется. Я спал вот здесь, у дивана. И угол где-то стоял? Спал вот в этом углу. Стоя прям мы спали вот в этом углу. И все. Тряпочку постелим, чтобы более-менее на полу не стоять, на холодном. В день моего рождения мы уже вышли с моим руководителем, вышли после работы. И буквально на перекрестке, пока переходили дорогу, к нам под ноги выкатился Георгий с радостным криком. То есть он меня узнал. Усан-Ладима-то не забудешь. Со школы-то все-таки она была у меня учитель по естественному знанию. И уже она идет. Ну, я к ней. Она спросила, как ты живешь? Я говорю, как? Мы дошли, посмотрели, ужаснулись. Потому что это был хлев, в котором людям жить нельзя. И там, наверное, не каждое животное могло выжить. Ни воды, никаких удобств, естественно. Это было его жильем. Причем он попал под старый закон, когда детей-сирот закрепляли в жилье, где жили их родители. С долгами, которые тоже, кстати, никаким образом с него не списывались. Ночью спишь, и раз, грохнулся что-то. Вот даже ночью не спал. Приходилось вот эти тазики выливать. Он действительно должен был погибнуть несколько раз. Однажды, когда он спал стоя, он сгорелся. Рядом стоял обогреватель. И его как раз-таки это и спасло, потому что он быстренько смог снять с себя одежду и потушить пожар. Как сосед он очень хороший, это очень хороший парень. И помощник он, и ответственный, и попросить. У меня внучка вот есть, он и за внучкой присмотрит, если мне нужно куда-то уйти. Нет-нет, вопросов к нему никаких абсолютно. Жалко, что съехал. Да. Но так жить нельзя, как он жил. Так жить нельзя, конечно. В это невозможно поверить. Десять лет потребовалось бывшей учительнице Юры, чтобы доказать очевидное. Комиссия за комиссией признавали условия несовместимыми с жизнью. И уходили. Никто не обернулся. Мальчик-сирота в самом центре благополучной Самары был невидим для окружающих. Это папка с документами за все наши годы. Простите. Ну, чё ж. Ответ дает о себе знать, что и как документы, заявления у нас, как всегда. Чё ещё? Распоряжение, которое мы бегали, добивались, чтобы нам дали новую квартиру. Десять лет пытались всё это добиться. И, наконец, нам дали то, что нужно. Всё сделается потом. Всё где-то подремонтируется. Доделается всё. Тут нам осталось тут газ, чтобы подключили. Газ. Вода есть. Вода есть. В холодильнике. В холодильнике, главное, есть. Светличество есть. Ну, что же ещё нужно для жизни. Ночь хорошо прошла? Или опять, пока меня не было, что-то было у вас? По мне не проходило. Ну как, сейчас уже утро, день. Чё ещё можно? Не проходило. Я. Потом мне говорят, что вы тут ночью ходили. Чего? Да. Дежурный, так сказали. Он как-то стойко вот эти все какие-то свои неприятности переживает. Относится к этому со смысленностью какой-то. На самом деле, он на свою судьбу никогда не жаловался. Какого-то, может быть, несправедливого отношения к себе он даже не помнит. Вот эта вот удивительная способность отпускать обиды, не копить злобу на сердце. Мне кажется, это качество ему просто помогло выжить. Из поступков, которые я вижу, какая-то скромная доброта исходит. Вот он сейчас помогает пожилым людям, которых он вообще не знает. И очень многие люди, то есть не только те, кому он помогает, но и те, с кем он работает, оценивают, что он это делает с добром. Вот сейчас кушаешь и ляжешь, полежишь. Подышать не хочешь свежим воздухом? Свежим воздухом хочешь подышать? А? Ну, значит, все, подышим скоро свежим воздухом. Пойдем на балкончик, подышим свежим воздухом. Многие для себя выбирают очень легкий путь, начинают пить. У тебя никогда не было желания уйти туда же тоже? В такое состояние? Нет, нет, нет. Нас, можно сказать, церковь вытянула. У меня даже фотографии еще есть, это в рамочках. А мама есть? Вообще нету мамы фотографий. Я... нет, так. Ну, то есть, когда ты узнал, что она умерла, ты, в общем... Нет, я, конечно, расстроился, прям, пошел, не стал ужинать, сразу лег спать. Родственники для меня стали те, кто был в интернате, кто в детском доме был. У меня они как и матеря, и отцы были. А свою-то семью хочется сейчас, Сера? Ну, хочется кому-то, не хочется. Любому человеку хочется, ну. Вот откуда берется доброта? Может ли она существовать без корысти и обязательств? Нужны ей какие-то мотивы, или она живет сама по себе, как какая-то светлая энергия? И почему так хочется обернуться вслед этому парню, доброты-то фактически не встречавшему? Ты в жизни очень много зла видел. А почему ты не отвечаешь этому миру злом? Да зачем? Зачем? И уже потом вернется как бумеранг. Зачем это? Надо прощать.